Первоначально необходимо провести регулировку, это нужно правильно выставить рычаги из соосной рукоятки. То есть я рычаг выставляю в ось по направлению положения нейтральной поддачи и одеваю шлицевую часть. Все, вот он у нас ровненько стоит, параллельно друг другу рычаги, то есть рычаг, ось рычага и ось болта примерно параллельно. Можно этот рычаг уже окончательно протянуть и зафиксировать. Выставив рукоятку переключения передач, ось рычага и болт примерно в одну линию, мы фиксируем рукоятку. При этом все контрагайки у нас расслаблены на обоих тягах и демпферной тягой примерно выставляем вот это положение этих рычагов примерно в параллельное состояние. Теперь с использованием резьбового герметика можно предварительно законтрить потяги на демпферной тяге. Затем потихоньку покачивая вариатор, ведомый штиф вариатор, мы пытаемся, скручивая поперечную тягу, пытаемся найти положение, при котором начнется зацепление кулачков в редукторе. Вот это зацепление нашли, постепенно ослабляя, все, вот оно, наше положение редуктора. Можно маркером примерно пометить это положение на тяге. И затем, вращая в другую сторону, начинаем считать обороты вращения. 1, 2, 3, 4, вот, на 4,5 оборотов, вот, у нас получилось 4 оборота до свободного положения. Затем мы просто-напросто на 2 оборота скручиваем поперечную тягу, то есть как бы выставляем в среднее положение муфту, кулачковую муфту в редукторе. И также с использованием резьбового герметика затягиваем контрящие гайки на поперечной тяге. Теперь ключами 12-13, причем ключ на 13 это гайка с левой резьбой, ключ 12 это гайка с правой резьбой. Это левая гайка, протягиваем ее, это правая резьбой. Для фиксации от проворота можно использовать ключ на 8. То же самое, окончательно протягиваем генферную тягу. Затем успешного гайка с левой резьбой. Добавлен с левой резьбой. Перем Cheoya Кулач в древне двигает день на клапprü.